Вы упомянули, что в 16 лет поступили учиться. И это ведь была вовсе не ваша альма-матра настоящая. Вы сперва поступили ведь в школу-студию. В школу-студию, да. И там так написано в вашей биографии, что через год вы перевелись. На самом деле ведь я слышал, что у вас просто оттуда... Нет, я не знаю, как где написано. Я абсолютно честно говорю, что меня оттуда отчислили после второго курса. Сам Табаков? Да. Так. И год я это событие принимала, переживала. Думала, имели я право дальше находиться в профессии. И попробовала заново поступить. Это больших сил, усилий. Нужно было душевных каких-то набрать, опять же, уверенности. Но поступила в Пщукинский театральный институт к Марине Санне Пантелеевой. И проучилась... Ну, такой это был очень хороший опыт. Я понимаю, что они первые два года с детьми занимаются и из тебя лепят, лепят, вкладывают, вдувают. А потом уже на третьем курсе будь добр, покажи и расскажи, чему ты научился. А потом мне было 16 лет. Может быть, конечно, я не была к этому готова или серьезно настроена. Или мне не хватало какого-то такого... Знаете, как бывает, щелчок произошел, и все. Ты знаешь, как делать этюды. Ты понимаешь, тебе не страшно. Ты просишься на сцену. Раньше у меня был момент, что я этого очень боялась и не понимала многого. Ну, опять же, опыт и опять же звезды. Ну, а вот сказано было что? Вот как вот происходит вот этот момент, когда вы узнаете, что вы больше не учитесь? Это был какой-то очный разговор? Нет, это собеседование с каждым артистом, что ты сделал за эти два года, к чему ты пришел, научился ли ты чему-нибудь. Я помню только одно, что когда я выходила из кабинета, я долго не могла открыть дверь, потому что я ее пыталась открыть на себя, а она открывалась, и уже всем стало неловко, и они мне подсказали, Маша, от себя. Я говорю, спасибо, до свидания. А виделись вы потом уже, когда уже в статусе состоявшейся актрисы, виделись с Табаковым? Ну, мы виделись, здоровались, да, но, к сожалению, не общались, хотя курс, на котором я там училась, мы дружим, у меня есть подруга оттуда моя близкая. Кто? Марьяна Шульц. Вот, и ребят я всех очень люблю, они замечательные. Ну, не знаю, у нас такие достаточно теплые отношения. А в училище вы, там тоже у вас достаточно звездный, да, выпуск? У Марин Санны? Да. Да, Максим Аверин, Миша Владимиров, Илья Бледный, Олег Касин, господи, не забыть бы, Наташа Антонова, Оля Будина, Оля Погодина, Дмитрий Кашмин, который у Додина сейчас лучший педагог. Обучаетесь, у вас есть формат, ну, как, вот, выпуски собираетесь? Да. Кстати, да, он, да. Кого бы не забыть бы. Федя Баландин. Да, она мой коллега, да. Да, наши дорогие. Канал Москва-24. Катя Решетникова, Удодина, тоже артистка, ну, она, собственно, Питерская, она туда и вернулась, вот, ну, кого бы не забыть, дабы, чтобы не обидеть, потому что все артисты замечательные, просто у меня мечта сделать какой-то спектакль курсом, курсовой, серьезный. Сделать спектакль в качестве кого? Нет, не в качестве режиссера ни в коем случае. Почему ни в коем случае? Нет, 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 это не мое, нет, я этого не чувствую, нет. Вот Балуев же решился, сделал территорию страсти, тоже он же был прям такой артист, артист, и совершенно для меня было, кстати, неожиданно, я ему это говорил, когда я узнал, что вот он решил себя попробовать в качестве режиссера, это совершенно, мне кажется, другая какая-то ментальность. Он очень интересно объясняет, репетирует, какие-то находит слова, примеры, и, ну, я просто горжусь, что Саша перешел какую-то грань, да, актерство, и приплюсовал еще это, и у него это получилось. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.